Здравствуйте! Тема нашего урока — влияние человека на биоразнообразие. Такое влияние принято разделять на прямое и косвенное. Прямое влияние — это непосредственное уничтожение особей, популяций, видов и целых биоцинозов. На заре человечества уничтожение происходило в основном в интересах охоты и в целях безопасности. Так были уничтожены или поставлены на грани исчезновения тур, дикая лошадь, пещерный медведь, стельдерова корова, белый носорог и многие другие виды. С началом аграрного этапа развития человечества, то есть около 10 тысяч лет назад, уничтожение живых организмов происходит для расчистки площадей, подпашни и пастбища. В этом случае истребляются не отдельные виды, а целые сообщества. При этом у животных есть возможность уйти, а растения гибнут. Важным ресурсом становится лес. Это и топливо, и древесина для строительства. Лес вырубался быстрее, чем он мог самовосстанавливаться. С началом промышленной революции человек начинает уничтожать биоцинозы в процессе добычи полезных ископаемых. Кроме того, возрастает потребность в площадях под промышленное и городское строительство. Промышленная революция дала человеку орудия для ускорения эксплуатации природы. Появляются рыболовные флотилии, трактора для распашки, мотопилы для лесозаготовки, автомобили для транспорта, инсектициды для борьбы с вредителями. Скорость уничтожения животных и растений возрастает. Косвенное влияние – это непреднамеренное уничтожение живых организмов в результате хозяйственной деятельности. Так, вырубка лесов приводит к иссушению региона и гибели влаголюбивых видов. Или истребление ресурсного вида приводит к гибели хищника, который им питался. Например, истребление пятнистого оленя привело к гибели популяции волка на Дальнем Востоке. Кроме того, различные загрязнения также приводят к гибели разных видов живых организмов. Менее заметные косвенные влияния – это перекрытие путей миграции, уничтожение видов партнеров, то есть мутуалистов, превышение температурного и шумового фона. Результаты прямого и косвенного влияния разделить сложно. В сумме за последние 500 лет зафиксировано уничтожение 500 описанных видов животных и более 600 описанных видов растений. При этом количество погибших неописанных видов еще больше. Скорость уничтожения увеличивается. Так, за последние 300 лет исчезло больше видов, чем за предыдущие 10 тысяч. Из всех известных видов птиц каждый восьмой находится на грани исчезновения. Среди млекопитающих каждый пятый, а среди амфибий каждый третий. Само собой, уменьшается не только биоразнообразие, но и численность живых организмов. Так, по данным Фонда дикой природы, с 1970 года численность позвоночных животных уменьшилась на 27%. Чтобы остановить стремительное вымирание видов живых организмов, вводятся квоты на их истребление и создаются условия для повышения численности. Подробнее об этих мероприятиях мы поговорим на следующих уроках. Влияние человека на биосферу не ограничивается только уничтожением видов. Человек также и создает новые сорта растений и породы животных. Правда, большая часть из этих новых сортов и пород не жизнеспособны в диких условиях. Кроме того, для многих диких животных человек не ухудшил, а улучшил условия существования, что привело к увеличению их численности. Это верно и для кошки, для колорадского жука, серой крысы, сизого голубя. Увеличение численности некоторых диких животных настолько велико, что это приводит к заметным биоцинатическим изменениям. Например, взрыв популяции оленей, связанный с сокращением численности кугуаров, привел к истощению растительного покрова и изменению русел рек. Также истребление акул стало причиной массового появления бычерылых скатов и краха рыбного промысла морских гребешков. Тем не менее, человеческая деятельность неизбежно ведет к сокращению биологического разнообразия на Земле. На этом наш урок закончен.